Добрый день! Вы смотрите Вести Хакасия в студии Натальи Гармашова. По традиции, в последнее воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают шахтеры. Заминательная дата была утверждена 66 лет назад. В канун праздника шахтеры республики собрались в Абакане. Подробность у Олеси Калинченко. В этом году День шахтера работники угольной промышленности отмечают в непростых условиях. Мировой кризис почувствовали и в Хакасии. Цены и спрос на уголь упали, а республика поставляет твёрдое топливо в 16 стран мира. Но специалисты уверены, местным разрезом и шахте удастся сохранить объём добычи угля на прежнем уровне. Настроение у нас сегодня хорошее. В угольной промышленности Хакасии имеются значительные положительные сдвиги в части технического переоружения и соблюдение требований промышленной безопасности. Значительно снижен аварийность и травматизм. При этом вырастают объёмы производства. Хотя с учётом нынешней ситуации на внешнем рынке они где-то держатся на одном уровне. Но за счёт технического переоружения меньшим количеством добывается тоже количество угля. По сложившейся традиции лучшие работники угольной отрасли собрались на праздники в Республиканском драмтеатре. Горняков поздравил глава республики Виктор Зимин. Угольная промышленность играет важную роль в развитии региона. В этом году руководство крупнейшей в Хакасии компании намерено увеличить инвестиции в экономику республики. В угольную промышленность будет вложено 2 миллиарда 100 миллионов рублей и более 4,5 миллиардов в электроэнергетию, в строительство нового энергоблока Абаканская ТЭЦ. Общий объём инвестиций составит более 6,5 миллиардов рублей. В прошлом году в экономику региона было вложено около 2 миллиардов. На 4,5 больше. Спасибо. Лучшие горняки получили медали, почётные грамоты, дипломы и награды, названные лучшие по профессии. Николай Конышенко, машинист-экскаватор, удостоен звания «Почётный шахтёр России». Правда, на самом деле, я просто, я сегодня вот с ночи позвонили, что у меня ждёт какой-то там сюрприз, награда какая-то. Я не думал, что я сегодня получу заслуженного шахтёра. Кульминацией праздника стало вручение автомобилей. Семь лучших работников компаний получили серебристый «Форд Фокус». Дарить горнякам новое авто – традиция, которую не намерены нарушать даже в условиях мирового кризиса. Олесь Калинченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Абакан готовится к отопительному сезону. В этом году сроки на подготовку к зиме приказом Минэнерго Россию сокращены. Уже в середине сентября комиссия должна выдать паспорта всем потребителям тепловой энергии. Речь идёт о жилых домах и соцобъектах. Проверка садиков и школ завершена, на очереди многоквартирные постройки. А это около тысячи домов. Уже к отопительному сезону подготовлено более 600 зданий. Это 80% от общего числа жилых построек города. В Аскиском районе вновь проверили таксистов, которые работают на легковом транспорте. В рейде участвовали сотрудники ГИБДД, Минтрансреспублики, а также прокуратура района. Если ранее проверяющие фиксировали отсутствие у шофёров разрешения на перевозки людей, необходимого стажа управления транспортом, отсутствие путевых листов, то по результатам последнего рейда выяснилось, что количество нелегальных такси сократилось. Предприниматели оформили официальные диспетчерские службы, закупили новые автомобили. Что касается нарушений, то протоколы составлены на двух водителей, которые не имели специального разрешения на осуществление перевозок людей и багажа. Материалы направлены в суд. Водителям может грозить штраф до 5000 рублей. Проверки будут продолжены. Проблемы собственников жилья теперь можно будет решить одним щелчком мыши, сообщает российская газета. В правительстве России предложили создать в каждом доме коммунальную компьютерную сеть. Это новшество призвано заменить собой неэффективное собрание жильцов, на которое по статистике приходит не более 5% владельцев квартир. Многие не хотят или не могут найти время на подобное мероприятие. А именно на собраниях собственников жилья зачастую решается судьба дома. Эксперты предлагают упростить участие собственников в жизни дома. С созданием локальной компьютерной сети можно будет, не покидая квартиры, в любое время подать электронные жалобы в управляющую компанию, связаться с соседями для решения коммунальных проблем. Также все желающие могут по-прежнему приходить на очное собрание. Насколько эффективной будет эта мера, мы узнали у наших телезрителей. Конечно будет эффективно. Если делать всякие запросы, взял в компьютер. Включил, посмотрел, что тебе нужно. Молодежь однозначно привлечет. Новое всегда интересно. В интернете не только молодежь, но и мое поколение. Мы умеем работать за компьютером. Так что я думаю, это эффективнее. Посмотрят. Не так сложно научиться зайти в интернет и посмотреть. Я не знаю, честно говоря. Надо пробовать. Может быть и будет удобно. Но для меня в данное время неудобно. Впервые за несколько лет в Республиканском центре живой природы на свет появились тигрята. Малышам месяц от роду. Увидеть их в вольере пока посетителям зоопарка не удается. Поэтому сотрудники вынесли тигрят на природу. Тигриного потомства сотрудники центра живой природы ждали 8 лет. И вот чудо случилось. Мама малышей Ириска – дама солидного возраста. Ей уже 13 лет. Папа достаточно молод. У него это первые детишки. Сегодня работники зоопарка всячески оберегают покой семейства. С этой целью прикрыли вольер специальным полотном, чтобы тигрица с детенышами чувствовала себя в безопасности. Целый месяц посетителям зоопарка приходилось только гадать, как выглядят малыши и сколько их. И вот сотрудники решили приоткрыть завесу тайны. Впервые вынесли тигрят – это три девочки – на лужайку детского зоопарка. Это тигр уссурийский или амурский, второе его название. Самый большой тигр. Он занесен во все красные книги – и в международную, и в российскую. И, соответственно, в Красную книгу Дальнего Востока, где он водится. Сначала полосатые малыши вели себя осторожно, боялись незнакомого окружающего мира, но спустя время начали осваиваться, ползать, прятаться в траве и даже громко мяукать, как котята. За час сестренки порядком подустали, их вновь вернули в вольер. Если так получится, что будут желающие их приобрести, то они и в юном возрасте уедут, потому что в таком возрасте их легче приучить, легче переносят перемены. Когда малышей передадут в другие центры природы, в Абаканском зоопарке останется три тигра. Родители этих новорожденных – Исамира, ей два года. Пока она живет временно в Иркутском зоопарке, но скоро вновь вернется домой. Кстати, в день нашего знакомства с тигрятами произошло еще одно яркое событие в центре природы – родился як. Специалисты говорят, детеныш сразу самостоятельно передвигался по загону, но нам малыш свои умения не продемонстрировал, отдыхал в домике под бдительным контролем мамы. Наталья Громашова, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия. На этом у меня все. Удачи вам выходного дня!